Отчет о работе администрации муниципального района Хангалаский Улус за 2022 год. 2022 год прошел под эгидой Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в Российской Федерации, Года матери в Республике Саха-Якутия и Года исторической памяти в Хангаласком Улусе. Помимо этого, республика праздновала столетие образования Якутской СССР, 390-летие вхождения Якутии в состав российского государства. Население По официальным статистическим данным, численность постоянного населения Хангалаского Улуса составляет 34 638 человек. Из них в сельской местности проживает 17 353 человека, городское население 17 285 человек. За 11 месяцев 2022 года родились 290 детей. За этот же период умерло 259 человек. Доминирующими причинами смертности остаются болезни системы кровообращения, на втором месте – новообразование, на третьем – травмы, отравления и внешние причины, на четвертом месте – смертность от коронавирусной инфекции. За 11 месяцев зарегистрировано 96 браков и 121 развод. За год в Центр занятости населения обратились 1025 незанятых граждан. Признаны безработными 593 человека. Общий уровень безработицы составляет 11,1%. Из числа обратившихся трудоустроено 630 граждан, в том числе на постоянную работу – 287. За 2022 год уровень среднемесячной зарплаты работников предприятий и организаций по району предварительно составляет 66 050 рублей. Основные показатели исполнения бюджета Бюджет муниципального района 2022 года был сформирован и исполняется по программно-целевому принципу. Объем исполнения доходной части бюджета муниципального района на 27 ноября 2022 года составил 4,621,652,000 рублей или 95,1% от плана поступления доходов. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 249,448,000 рублей. Безвозмездные поступления составили 4,372,330,000 рублей или 95,4% от плана поступления доходов. Из них объем исполнения дотации составляет 1,354,753,000 рублей или 100% от планового значения. Субсидия поступила в объеме 406,469,000 рублей или 85,8% от планового значения. Исполнение субвенции составило 2,587,539,000 рублей или 94,9%. Исполнение иных межбюджетных трансфертов составило 15,381,000 рублей или 91,9%. Прочие безвозмездные поступления составили 8,185,000 рублей. Общий объем расходов бюджета района на 27 ноября 2022 года исполнен в размере 4,457,826,000 рублей, что составляет 91,2% от плана расходов на 2022 год. По предварительным данным на 1 декабря 2022 года во всех категориях хозяйств имеется лошадей 15,881 голова, крупный рогатый скот 10,891 голова, в том числе 4,326 коров. Отелилось всего 3563 голов коров и нетелей, что составляет 85,8% делового выхода телят. Выжеребка 5021 голова, что составляет 53,5%. Валовый надой молока составил в нарастающем 9423,6 тонн. Удой на одну фуражную корову составляет 2178 кг. За год сдали 47,457 центнеров молока, произвели мясо в живом весе 8,308 центнеров. Кормопроизводство В 2022 году план по кормозаготовке составлял 31,000 тонн грубых кормов, 3,000 тонны силоса и 2,500 тонн сенажа. Всего скошено 28,375 гектаров сенокосных угодий. Фактически заготовлено 34,063 тонны сена. Выполнили план на 109,8%. Силосной массы заготовлено 3,702 тонны. План перевыполнен на 123,004%. Сенажа заложена 5,181 тонна, что составляет 207,2% от годового плана. Растениеводство В этом году вся площадь пашин в обработке составила 7,429 гектаров или 115,4% от годового плана. Площадь посева зерновых культур составила 1931 гектар, в том числе пшеница – 446 гектаров, ячмень – 490 гектаров, овес – 986 гектаров. Зерновые культуры убраны на площади 1931 гектар, намолочено 2469 тонн зерна. План по валовому сбору выполнен на 110%. Картофель был посажен на площади 660 гектаров. Валовый сбор составил 7,648 тонн, что составляет 109,4% от плана. По овощным культурам посевная площадь составила 104 гектара. Всего собрано 1674 тонны овощей, в том числе капусты – 766 тонн, моркови – 578 тонн, свеклы – 320 тонн, прочих культур – около 8 тонн. Жилищное строительство По программе обеспечения жильем молодых семей получили сертификаты на социальную выплату для приобретения строительства жилья 17 молодых семей из 10 муниципальных образований. В рамках реализации второго этапа программы по переселению из ветхого и аварийного жилья был введен в эксплуатацию 108-квартирный жилой дом в городе Покровский по улице Комсомольская, 12. Улучшили свои жилищные условия 90 семей. Тысячи дворов на Дальнем Востоке В рамках программы обустроены 4 дворовых и общественных пространств за счет федеральных средств, в том числе город Покровск – первый этап благоустройства бульвара, в селе Булгуняхтах – парк культуры и отдыха, в селе Титебя – мини-парк отдыха, в поселке Махсагалох – современная комфортная зона отдыха, сквер первостроителей. Социальная газификация По поручению президента России Владимира Путина с 2021 года реализуется программа социальной газификации. Она предусматривает бесплатное подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах. В 2022 году Хангаласский Улус перевыполнил план. Голубое топливо в течение года провели в 219 домовладений, что составило 102% от плана. Комплексное развитие сельских территорий В 2022 году в рамках государственной программы Республики Саха-Якутия ведется строительство объекта «Школа на 60 мест» с селе Идя и Хангаласского Улуса за счет федерального бюджета. В состав объекта входят здания школы, насосная с противопожарными емкостями, дизельная электростанция, спортивные и игровые площадки. Начало образовательной деятельности запланировано после получения всех разрешительных документов с мая 2023 года. Общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке В начале марта в Покровске открыли зал борьбы имени Леонида Спиридонова. Спортивный объект построен по программе движения добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке. Двухэтажный зал борьбы имеет площадь более 1000 квадратных метров и оснащен современным оборудованием для занятий вольной борьбой, легкой атлетикой, а также имеются многофункциональные тренажеры. В мае 2022 года в селе Ой торжественно презентовали новый многофункциональный центр – двухэтажное каменное здание общей площадью более 300 квадратных метров. На первом этаже расположились почта и библиотека, второй этаж полностью заняла администрация Нослега. В 2022 году продолжилось строительство восьмиквартирного жилого дома в селе Чапаева для погорельцев. Жилой дом благоустроенный, двухэтажный, фундаменты свайные, каркас дома из деревянных массивных панелей. Общая площадь порядка 450 квадратных метров. Ввод объекта запланирован в первом квартале 2023 года. Дорожный фонд Хангаласского Улуса В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году отремонтировано по плану 19 километров республиканской автомобильной дороги Умнас на трех участках. Между селами Улаханан и Булгуняхтах 13 километров дорожного полотна. В районе села Ой 4 километра и при въезде в Покрос 2 километра. Инвестиционная программа Республики Саха-Якутия В 2022 году в селе Техтюр начато строительство детского сада на 90 мест за счет средств инвестора АЭП «Капитал». Средства на выкуп объекта предусмотрены в рамках инвестиционной программы Республики. Детский сад рассчитан на 6 групп. Ввод объекта запланирован в четвертом квартале 2023 года. Подключение частного сектора к централизованным источникам теплоснабжения В 2022 году в рамках программы к централизованным сетям теплоснабжения подключили 40 домовладений. В Титарынском наследии подключено 20 домов, Чкалов 9, Титары 11 домов. В Жимконском втором наследии подключено 14 домов, в Жимконском первом наследии подключено 6 домов. Строительство приюта для животных В 2022 году для работы с безнадзорными животными открыт приют для животных без владельцев в городе Покровске. Строительство осуществлено за счет бюджета района. Объект рассчитан на содержание 50 особей и оборудован вольерами внутри здания и на территории двора. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства По состоянию на 28 ноября 2022 года в районе действует 984 субъекта малого и среднего предпринимательства. Из них 800 индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий – 184. От субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет района на 28 ноября 2022 года в виде налогов поступило 58 млн 249 тыс. рублей. Создание условий для развития туризма На сегодняшний день туристской деятельностью занимаются 27 субъектов малого и среднего предпринимательства. Работают природный парк Ленские столбы и зоопарк Ортодойду. По итогам 10 месяцев более 160 тыс. туристов посетили туристические объекты района. Здравоохранение В Ангаласской центральной районной больнице амбулаторно-поликлиническую помощь оказывают по 24 специальностям. Общая мощность медицинских организаций – 162 круглосуточные койки, 34 койки дневного стационара и 860 посещений в смену. В районной больнице имеются койки по 13 профилям. За 2022 год по программе «Земский фельдшер» укомплектовали медицинскими кадрами Исидский и Чапаевский фельдшерско-акушерские пункты. По программе «Земский доктор» – офис врача общей практики в селе Кердем. В конце декабря ввели в строй здание врачебной амбулатории в селе Улахан. Проведены капитальный ремонт инженерных сетей и второго этажа Максоголовского отделения. Капитальный ремонт инженерных сетей и перевод на автономное отопление Актемского отделения. Перевели на газовое отопление офис врача общей практики в селе Кердем. Проводится ежегодная диспансеризация взрослого населения. Осмотрено 4847 человек. Углубленная диспансеризация, перенесших коронавирусную инфекцию, охватили 1893 человека. Профилактический осмотр прошли 1018 взрослых ханголасов. Образование. В системе образования ханголасского ЛУСа работает 1095 педагогических работников. Из них молодые специалисты в возрасте до 35 лет – 167. Дошкольное учреждение посещает 2093 воспитанника. Из них 488 дети до 3 лет, 1605 с 3 до 7 лет, 205 детей в возрасте от 0 до 3 лет состоят в электронной очереди. В текущем учебном году количество обучающихся в общеобразовательных организациях района составляет 4982 человека. В 2022 году 274 выпускника закончили 11 класс. В учебные заведения поступили 244 человека, из них в ВУЗы поступили 130 человек, в СУЗы – 114 человек. 13 ноября, в день рождения первого президента Михаила Николаева, был дан старт десятилетию науки и технологий в ханголасском УЛУСе. В 2022 году культурную политику в районе ввели 19 культурно-досуговых учреждений с четырьмя филиалами. Большим событием стали юбилейные мероприятия, посвященные 85-летию первого президента Михаила Николаева. 13 ноября в Центре культуры и народного творчества Саргат-Ульгете состоялось торжественное собрание с участием широкой общественности, научной интеллигенции и творческих коллективов. На торжественном собрании презентовали видеоклип «Махтал Ирета» в исполнении более 800 участников хора. Презентован художественный фильм «Уджор». Социальная сфера Меры социальной поддержки по состоянию на 1 октября 2022 года по республиканскому регистру получили 4517 человек, по федеральному регистру – 1930 человек. Из них государственную социальную помощь на основе социального контракта получили 98 семей. Год матери в Якутии В год матери обладателями почетного знака Республики Сахая-Якутия «Материнская слава третьей степени» стали три мамы нашего района – Екатерина Рожина, город Покровск, Валентина Припузова – Жерский наслег и Анжелика Аркадьева – Мальжигарский второй наслег. Издана книга «Материнская слава Хангаласского улуса». Книга представляет собой свод кратких сведений о многодетных матерях из Хангаласского улуса, награжденных орденами «Мать-героиня», «Материнская слава» и медалями «Материнство». В книгу вошло более 600 имен матерей, получивших знаки. Распоряжением главы района Олега Иринеева «Матерям-героиням» учреждена единовременная денежная выплата году матери в размере 100 тысяч рублей. Вознаграждение получили пять матерей из Мальжигарского первого, Мальжигарского второго, Титарынского наслегов и поселка Махсагалох. Для увековечивания имен матерей, отправивших шести сыновей на войну, проведена работа по реконструированию памятных плит, обелисков. Год исторической памяти в Хангаласском улусе. Выпущено 10 печатных изданий, освещающих развитие культуры района. Это книги «Материнская слава», второй том «Трудовой славы» и драматург Степан Ефремов. В этом году начнутся работы по реставрации дома-музея Григория Орджоникидза в городе Покровске. Стало известно, что будет выделено финансирование в размере 28 миллионов рублей в рамках проекта «Историческая память». Здание еще в 1975 году признали объектом культурного и исторического наследия федерального значения. О деятельности районного совета депутатов 6-го созыва За 2022 год районным советам депутатов проведено 8 сессионных заседаний, из них 7 очередных и 1 внеочередная, на которых было рассмотрено 54 вопроса. Принято 36 решений, из них 6 нормативно-правовых актов, 3 изменения в устав, 15 решений, вносящие изменения и дополнения в действующие нормативные правовые акты, 12 правовые акты. Состоялось 8 заседаний Президиума районного совета. Проведено 15 заседаний постоянных комиссий, в том числе 4 совместных заседания. В течение года состоялись 3 рабочих выезда делегаций депутатов в села Техтюр и Улахан и в поселок Махсагаллох. В 2022 году при районном совете организован молодежный парламент. Это консультативно-осовещательный орган по молодежной политике. Физкультура и спорт За 2022 год в Хангаласском Улусе провели более 40 спортивных мероприятий различного уровня, в том числе 24-й юбилейный открытый республиканский турнир на призы главы района и президента Федерации по борьбе Хабсагай Хангаласского Улуса Хангалас Хабсагая, где приняло участие более 300 участников из всех районов республики. Систематически занимаются физической культурой и спортом 48% от общего числа жителей района. Лесные пожары В 2022 году было зарегистрировано 13 лесных пожаров общей площадью 57,5 гектара. 8 лесных пожаров на территории Хангаласского лесничества и 5 лесных пожаров на территории парка Ленские столбы задействовали в тушении 291 человека. Основная причина лесных пожаров – сухие грозы. Благодаря слаженной работе Хангаласского лесничества, ГАУ Якут Лесресурс и Покровской авиалесоохраны все пожары были ликвидированы в течение 1-2 суток на малых площадях. Охрана правопорядка По итогам 10 месяцев прошедшего года отмечен рост регистрируемой преступности на 4,1% или с 244 до 254 преступлений. Основная масса преступных деяний зарегистрирована в городе Покровске и поселке Махсгалох. Наблюдается снижение на 16% количественного показателя зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. На 8,6% снизился показатель преступлений против жизни и здоровья. Частичная мобилизация В ходе частичной мобилизации в зону проведения спецоперации отправились 147 хангаласов. На благотворительный счет в помощь мобилизованным и их семьям открытой администрации района с 30 сентября поступило 3,736,210 рублей. Эти поступления идут на обмундирование, материальную помощь мобилизованным и семьям мобилизованных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Основные задачи органов местного самоуправления на 2023 год Основные задачи на текущий год – реализация мероприятий, связанных с Годом педагога и наставников Российской Федерации и с Годом труда в Республике Саха-Якутия. Будут отмечены знаменательные даты – 135-летие со дня рождения этнографа, историка Гаврила Васильевича Хсенофонтова, 280-летие села Верхний Бестях, 125-летие Титаринской школы, вековой юбилей Второй Мальжикарской школы, 105 лет со дня основания милиции от Женикидзевского района, 105-летие со дня рождения гвардии полковника авиации, активного участника Великой Отечественной войны Ивана Федорова и другие знаковые даты. В целях сохранения традиций, повышения значимости развития сельского хозяйства и уровня обеспеченности населения качественными продовольственными товарами местного производства распоряжением главы УЛУСа 2023 год объявляется Годом сельского хозяйства.